Всем привет! Это видео о том, что делать, когда птица не может самостоятельно снестись, а также как это связано с инфекционными заболеваниями, а также о том, как это связано с микозами, то есть с грибковыми инфекциями у попугаев в данном случае. И вот такое вот сообщение мне пришло однажды вечером. Хозяйка птицы написала о том, что ее корелла, которой 3 года, она была до этого активна, и у нее было некоторое время до момента обращения ко мне, активное половое поведение. То есть птицы живут вместе в вольере, самец и самка, они искали место для яйцекладки. Также у самки было так называемое трение, на самом деле это проявление мастурбации у попугаев. И в конце концов все это закончилось тем, что птица находилась вот в таком состоянии, как вы сейчас видите на видео, она сидит и мало двигается, можно сказать, что она практически не двигается, сидит на одном месте, крылья опущены, хвост двигается при дыхании, глаза закрыты. Всем владельцам попугаев, которые сейчас видят это видео, что самое важное, что нужно запомнить? Самое важное это то, что вот такая вот посадка птицы, это признак того, что состояние птицы критическое. Критическое это значит, что если не предпринимать никаких действий, то птица может погибнуть в течение ближайших нескольких часов. И это нужно хорошо запомнить, а также нужно понимать, что такое состояние птицы это ответ на очень сильную боль. В данном случае сильная боль вызвана тем, что птица не может снестись, потому что яйцо застряло в яйцеводе. И необходимо в этих ситуациях действия предпринимать моментально. А самое правильное действие в этой ситуации это сразу же позвонить ветеринарному врачу, который занимается лечением птиц, то есть птичьему доктору, не бегать по форумам и не спрашивать бесплатных советов, потому что в данном случае необходима очень высокая квалификация ветеринарного врача для того, чтобы разрешить птицу и спасти ее от гибели. В данном случае хозяйке повезло то, что она нашла ветеринарного врача, в данном случае меня, ну сам себя не похвалишь, никто тебе, конечно, не похвалит. А также повезло то, что у хозяйки была возможность купить необходимые препараты в круглосуточной аптеке. И сразу же после оценки ситуации состояния птицы и после назначения необходимых препаратов хозяйка побежала в круглосуточную аптеку и начала давать все назначенные препараты. Вот что мы видим, как изменилась ситуация у птицы через несколько часов, буквально 2-3 часа после начала дачи препаратов. Уже можно видеть, что птица не сидит на одном месте. У нее нет таких серьезных проблем с дыханием, как они были буквально несколько часов назад до начала лечения. Хотя, конечно, сохраняются признаки проблемы и признаки боли. А именно это горбатость, это опущенные крылья и топорщине оперения на пояснице. Это все указывает на то, что проблема все еще не разрешилась, но, тем не менее, состояние птицы сейчас стало значительно лучше, чем это было в начале, до момента лечения оперативного. И что важно знать в этой ситуации, опять же, владельцам птиц, которые находятся вот в этой ситуации. То есть птица не может снестись. Это основная причина проблемы. И основная причина боли. И это не значит, что необходимо прям срочно птицу оперировать или необходимо доставать яйцо из птицы, как это часто рекомендуется на форумах и в прочих местах. Самое важное, что нужно сделать, это обезболить птицу и дать ей силы для того, чтобы она сама снеслась. То есть операция – это самый крайний случай. И поэтому не стоит сразу же мучить птицу и прибегать к каким-то действиям. И тем более нельзя доставать яйцо из кулаки, если яйцо из кулаки не торчит, а фактически не висит. Вот нужно просто спокойно ждать и предпринимать действия, направленное на то, чтобы у птицы появились силы для того, чтобы снестись. В данном случае хозяйка проявила благоразумие и не стала метаться по форумам, она просто следовала моим рекомендациям. Мы видим, что в данном случае птица сейчас уже вторые сутки находится на обезболивающих и общекрупляющих препаратах. Какие именно, я говорить не буду, потому что это супер-пупер мой секрет. И на самом деле я это не говорю, чтобы люди не занимались самолечением, от которого погибает большое количество птиц. Поэтому да, лечением птиц занимаются специалисты, а не любители на форумах. И да, эта информация не для публичного доступа. Поэтому лучший совет в ситуации, если вы столкнулись со сложностями у птиц, это найти птичьего врача, который всегда будет с вами на связи. Итак, сейчас мы видим птицу через 48 часов после того, как у нее случился первый приступ из-за того, что она не может снестись. Видно, что состояние птицы сейчас стало опять тяжелее, чем это было буквально сутки назад, сразу после начала обезболивания и общеприпляющего лечения. Видно, что птица больше горбится, чем она горбилась буквально сутки назад. И крылья также приспущены. Но в целом состояние в любом случае лучше, чем 48 часов. И, как я уже сказал, хозяйка проявила благоразумие. Не металась, не бегала по различным врачам. Она просто выполняла все назначения, которые были назначены. И ждала, пока птица не окрепнет до того момента, как она сама сможет снестись. Почему я на этом застряю внимание? Потому что это очень большая проблема. Люди ожидают от врача каких-то чудес. И если птицы не стало сразу полностью лучше за несколько часов после назначенного лечения, люди начинают менять врачей, бегать по разным докторам, спрашивать совета там и сям. И это проигрышная стратегия, потому что она ведет к тому, что птица обязательно погибнет. Должен быть один врач, который ведет птицу. Итак, прошло 48 часов после начала обезболивания и укрепления состояния птицы. И, наконец, самка снеслась. Как видно на этом фото, яйцо ненормальное. А именно на нем видны шероховатости, вот указанной одной стрелкой. Видны различные пятна. Пятна – это на самом деле сгустки крови, которые были в яйцеводе у птицы. Именно из-за того, что яйцо шероховатое, и это привело к микротравмам яйцевода. Поэтому мы видим пятна на яйце, которые, собственно, являются пятнами крови. И почему же птица не смогла сама снестись? Сама она не смогла снестись по той причине, потому что у нее был очень слабый тонус яйцевода. Очень маленькая перистальтика, то есть движение яйцевода, которое необходимо для того, чтобы вывести яйцо нормально из собственного яйцевода. И кроме этого, у птицы была хроническая инфекция и, в принципе, общий низкий тонус мускулатуры, который привел к тому, что яйцо застряло. И кроме того, из-за хронической инфекции у птицы при формировании скорлупы случились затруднения. Поэтому на скорлупе есть вот такие вот пупырышки, которые приводят к тому, что яйцо также застревает в яйцеводе. И это причиняет очень сильную боль птице. Сейчас вы видите птицу уже через час после того, как она снеслась. Видно, что она уже не так сильно горбится. И видно, что проблем с дыханием у нее нет, таких сильных, как это было в самом начале. Но все равно птица сидит очень низко. Обратите внимание, что она практически лежит на присаде. И, кстати, обратите внимание, какая шикарная у птицы присада. Вот такие вот ветки с корой должны быть у всех попугаев в норме. И обратите внимание, что это очень толстые ветки. Это не тонюсенькие веточки, которые ставят любители птиц в своих клеточках. Вот такие большие ветки должны быть у всех попугаев. И они должны быть с корой, и они должны быть разного диаметра. Кроме того, обратите внимание, как устроена лампа. Она находится непосредственно в вольере у птицы. И это один из хороших вариантов размещения птичьей лампы для всех видов птиц. То есть видно, что расстояние от лампы до птицы очень маленькое. И также обратите внимание на то, что эта птица живет в вольере, который практически целиком состоит из деревянных частей и металлической сетки. То есть это не полностью металлическая конструкция. Это комбинированная конструкция, в основном из дерева. И это лучший вариант, чем полностью металлическая клетка. Потому что это более экологично, это способствует меньшему накоплению спор грибков и бактерий внутри клетки. И поэтому такой вариант является лучшим. Кроме того, эти птицы находятся в полувольном содержании. То есть когда хозяев нет дома, они живут в вольере. Когда же хозяева появляются дома, то птицы живут на свободном выгуле и находятся в комнате. Так как у птицы сохранялись признаки проблем со здоровьем после того, как она снеслась, несмотря на то, что все разрешилось благополучно, то я посоветовал провести полное обследование обеих птиц. В данном случае именно самке обследование было проведено чуть позже, чем самцу. Потому что необходимо дождаться полного окончания яйцекладки. Так у нас между рентгеном и окончанием яйцекладки, в данном случае было два яйца, прошло 16 дней. Это нужно для того, чтобы убедиться, что яйцекладка закончилась. И для того, чтобы яйцо или формирующиеся яйца, которые есть у птицы, они не мешали обзору на рентгене. Поэтому сначала обследовали самца. Вот вы сейчас видите его на своих экранах. И опять же, какие признаки того, что у самца есть какие-то проблемы со здоровьем? Те же самые, что и у самки. Очень низкая посадка, относительно крупная голова, крылья чуть приспущенные, маленькая грудная клетка. Это все указывает на то, что у птиц есть хронические проблемы. И поэтому эти проблемы обычно игнорируются хозяевами попугаев. Но тем не менее, это все указывает на то, что у птиц давно развивается какая-то хроническая инфекция. И, собственно, так как птицы живут вместе, то в такой ситуации необходимо обследовать и дальше лечить обеих птиц. Потому что если есть что-то у одной птицы, обязательно это все есть и у второй птицы, которая живет в данном случае. Вместе с самкой, у которой проблемы были в явном виде проявлены во время яйцекладки. Итак, самцу был сделан рентген раньше, чем самке. Потому что мы ждали, пока самка полностью закончит свой цикл яйцекладки. И что же было обнаружено на рентгене у самца? Обнаружено у него было то, что чаще всего обнаруживают в таких ситуациях. Это хроническая пневмония. Это хронические проблемы с позвонками. Это хронические проблемы с воздушными мешками. Это называется аэросаккулит. И воспаление в воздушных мешках – это то, что всегда увеличивает продолжительность заболевания у птиц. И то, что приводит к тому, что признаки заболевания у птиц начинают быть заметными для хозяина птицы очень поздно. Потому что это фактически большие полые пространства, в которых развивается воспаление, в которых скапливается гной и в которых развиваются грибки. Также обратите внимание, что здесь у птицы почти правильное расположение на рентгене. На боку еще мы можем просмотреть структуры внутри черепа птицы. А это очень важная структура, которую необходимо всегда видеть на рентгеновских снимках. Видеть врачу птичьему, который оценивает состояние птицы. В боковой проекции мы видим, что часть черепа нам доступна для диагностики, а на фронтальной проекции, то есть когда птица на спине, часть черепа все-таки перекрыта пальцами. И так как очень мало птичьих врачей, хозяевам попугаев, которым делают рентген самим, необходимо знать, как правильно держать птиц на рентгене. В данном случае видно, что голова у птицы, когда она находится на спине, частично перекрыта пальцами. Это неправильно. Так делать не нужно. Поэтому если вы пришли на рентген и врач сделал вот такие снимки, то попросите его сделать дополнительные снимки головы так, чтобы они были хорошо заметны. Вот если мы возьмем снимок самки, например, то здесь вообще пример неправильной фиксации птицы на рентгене. То есть обязательно должны быть раскрыты крылья, когда птица находится на спине. Желательно это, конечно, все делать под наркозом. И очень подробная статья о том, как держать птицу на рентгене, вы сейчас можете найти в описании к этому видео, либо перейти по подсказке, которая находится сверху к этому видео. Там есть очень подробные объяснения, что и как делать на рентгене. И эта статья нужна и ветеринарным врачам, которые делают рентген птицам, и самое главное, хозяевам птиц, которые находятся в городе, где нет птичьих врачей. При этом самим хозяевам нужно держать своих птиц на рентгене. Итак, в данном случае неправильно то, что крылья не раскрыты у самки, когда она находится на спине. Шея практически не видна. Но о том, что не видна их голова, большая часть головы тоже можно и не говорить. Это все неправильная раскладка. Тем не менее, даже такая неправильная раскладка позволила увидеть то, что у птицы, у самки тоже пневмония. У самки тоже воспаление воздушных мешков, увеличена печень и воспаленный яйцевод, хотя уже прошло 16 дней с момента откладки яиц. И характерные изменения у обеих птиц в легких говорят о том, что, скорее всего, у этих птиц, кроме бактериальной инфекции, развивается еще и грибковая инфекция, а именно микоз. Сразу после того, как были получены рентгеновские снимки, было назначено лечение. Соответственно, оно было скорректировано для самки. Для самца оно было назначено. И были сданы анализы помета. Да, и кроме того, что, кроме перечисленных признаков заболевания у самца и у самки, о которых я уже сказал, у самца был вот такой вот плохой помет. В принципе, он и у самки был в таком же состоянии. Но у самок помет в норме разжижается во время яйцекладки и перед яйцекладкой. Поэтому многие владельцы также не обращают на это внимания и не расценят это как признаки заболевания. У самца же, который не несся, естественно, у него вот такой вот помет, был уже длительное время. Это фактически понос и это фактически полиурия. То есть, такой помет указывает на то, что у птицы проблемы с воспаленным кишечником, то, что у птицы проблемы с почками и с печенью. Поэтому всегда нужно обращать внимание на состояние помета. И возвращаясь, собственно, к анализам помета, который был сдан в лабораторию, опять же, хозяева не живут в городе, где есть возможность сделать анализ непосредственно в этом городе. Поэтому помет был отправлен через почтовые службы в лабораторию в Москву. И так делается очень часто, когда в городе нет лабораторий, которые могут сделать анализы непосредственно на месте. И в данном случае, да, приходится побегать, подоговариваться с лабораторией. Лаборатория объясняет, как и что сдавать, собственно, как собирать помет, как его пересывать, как оплачивать. Здесь чуть больше телодвижения необходимо сделать хозяину птицы, чем если хозяин птицы живет, например, в большом городе, где есть много клиник и врачей, куда вы можете прийти, и сразу на месте сдать все анализы. Когда же такой возможности нет, то все необходимо делать вам самим. Здесь нет ничего сложного. Это никакой не супер-пупер магический процесс. Это все просто вопрос нескольких лишних телодвижений. А именно вам нужно договориться с лабораторией о том, куда вы отправляете, и вам нужно договориться с лабораторией о том, как вы оплачиваете эти анализы. И, в принципе, таким способом анализы отправляются по всей России. У меня многие клиенты отправляют анализы даже из Петропавловска-Камчатска, из Хабаровска в Москву пересылаются анализы. Все, что мы ищем в анализах, оно может сохраняться длительное время сама по себе. Пересылка совершенно не страшна. И в данном случае хозяева живут под Ростовом. Видно, что анализ пришел в лабораторию информативный. Он дал необходимую информацию. А именно он позволил обнаружить то, что у птиц, во-первых, имеется микоплазмоз. Опять же, для тех, кто где-то читал на форумах или где-то в обсуждениях о том, что микоплазмоз по помету диагностировать невозможно. Вот, пожалуйста, вам пример, когда сдали помет на анализ от больных Корелл и обнаружили микоплазму. Микоплазма – это ненормальная микрофлора для птиц. Это возбудитель острых и хронических инфекций. Поэтому, когда вы получаете такой ответ, вы должны понимать, что это всегда следствие того, что у птицы развивается очень серьезное заболевание. И, как правило, длительно уже развивается. Итак, в данном случае у птицы были обнаружены микоплазмы. То есть, один из диагнозов – это микоплазмоз. А второй диагноз – это то, что у птицы подтвердились признаки наличия грибковой инфекции, а именно микоза. В данном случае в помете были обнаружены грибы рода мукр. И очень многие врачи даже не знают о том, что системные микозы у птиц могут быть вызваны не только аспергилами, которые вызывают аспергиллез, но они также могут быть вызваны и мукром, и пенициллами. Соответственно, все эти грибы вызывают системные микозы. Мы в большинстве случаев условно их называем аспергиллезом, потому что так просто привычнее. На самом деле, это микозы, которые могут вызываться различными видами грибков. В частности, в данном случае системный микоз, поражающий легкие и воздушные мешки, был вызван грибами рода мукр. И всегда нужно понимать о том, что есть возможность контоминации образца во время сбора помета. Например, так как спор грибков всегда очень много в воздухе. И поэтому, во-первых, необходимо правильно собирать помет. Я всегда рассказываю своим владельцам, своим клиентам о том, как правильно собирать помет. В этом тоже нет ничего сложного, и это очень легко сделать в домашних условиях. Кроме этого, необходимо исключать контоминацию, потому что мы смотрим еще и на рентген. И напомню, что на рентгене у обеих птиц есть в легких признаке именно грибкового поражения. То есть, изначально предположение о том, что у птиц есть микоз, было сделано на основе рентгена. И очень часто так бывает, что рентген является единственным признаком того, что у птиц развивается микоз. Потому что выделить грибок с помощью анализов крайне редко удается. И поэтому часто мы ставим этот диагноз только на основе рентгена и клинических проявлений этого заболевания. В этом случае очень повезло в том, что грибок был подтвержден и вторым анализом, именно бактериологическим анализом помета. Он был выявлен, грибок. И, кроме этого, анализ показал чувствительность этого грибка к против грибковым препаратам. Что, в общем-то, значительно облегчает работу у врача, потому что нет необходимости подбирать препараты эмпирические. И это, в данном случае, большая удача, и это хорошо. Но прежде чем был поставлен такой диагноз, так как ответ на наличие микоплазмоза пришел раньше, мы начали лечение пораньше, именно от микоплазмоза. И это очень частая ситуация, когда у птицы развиваются одновременно две или несколько инфекций. Их может быть больше четырех различных возбудителей инфекций. В данном случае мы обнаружили два возбудителя инфекций птиц. Это микоплазмы и это грибки рода мукр. Такое бывает очень часто. И всегда, когда вы находите одну инфекцию, необходимо продолжать диагностику и исключать и наличие других инфекций. Итак, мы начали лечение от микоплазмоза раньше, чем от грибка, потому что препараты от грибка бывает сложно достать. В данном случае тоже ушло время на то, чтобы купить необходимый препарат противогрибковый. И пока мы занимались лечением от микоплазмоза, в принципе, состояние птиц уже значительно улучшалось. Видно, что на повторном анализе, который был сделан фактически через месяц после лечения активного, микоплазмы не обнаруживаются. Это является подтверждением того, что интенсивность инфекции, вызванной микоплазмами, значительно снизилась. Это не является окончательным ответом на то, что полностью микоплазмоз побежден, потому что до тех пор, пока не будет контрольного рентгена, который делается через определенное время после начала лечения и на котором не должно быть признаков заболевания, мы не можем быть уверены в том, что полностью с инфекцией справились. Тем не менее, не выявление повторной микоплазмоза на повторных анализах через месяц лечения и улучшение состояния птиц, которые проходили лечение от микоплазмоза, позволяет говорить о том, что с этой инфекцией в данном случае справились. И когда уже справились с микоплазмозом, начали лечение от грибковой инфекции. И вот состояние птиц через полтора месяца после лечения, которое проводится. Видно, что птицы испачканы в препаратах. Вот у них моськи такие, перо на моське слипшиеся. Это очень частая ситуация, которая возникает в процессе лечения, потому что самое сложное на самом деле при лечении птиц от хронических инфекций, это, конечно же, регулярная дача препаратов. Птицам это не нравится, хозяевам это тяжело и неудобно, а препараты нужно давать несколько раз в день непрерывно. И, конечно же, пачкается перо, конечно же, случаются ошибки, когда происходит аспирация. Конечно же, это все долго и нудно, но другого варианта нет. Даже если вы отдадите птицу на стационар в клинику, какую-нибудь супер-пупер навороченную, там будут делать ровно то же самое, что делаете вы в домашних условиях. Это дача препаратов в клюв птицы. Это самый большой вызов для владельца птицы. Тем не менее, вот в данном случае птицы получают препараты уже на протяжении практически двух месяцев. Они стали гораздо более активнее, чем они были до начала лечения. Обратите внимание, что мышечный тонус у обеих птиц стал лучше. Они уже не находятся... У них посадка не такая низкая, как она была до начала лечения. Они не горбятся. У них нет заметных дыхательных движений, что является признаком того, что состояние дыхательной системы у них улучшилось. И это все признаки, на которые птичий доктор обращает внимание в процессе лечения и как мы определяем то, что состояние птиц улучшается. То есть, в принципе, при правильном лечении, если не случается никаких серьезных осложнений, как правило, состояние птиц улучшается. И это заметно. Также обратите внимание на то, что птицы сейчас фактически пасутся на весах. И это очень хороший пример того, как приучать птиц к регулярному ежедневному взвешиванию. То есть, просто насыпаете корм на весы. Таким образом, птицы не воспринимают это как какую-то супертяжелую процедуру. Вам нет необходимости делать какие-то дополнительные телодвижения для того, чтобы взвесить птицу. А масса птицы является очень важным параметром ее состояния. Поэтому взвешивание птицы в случае их длительного лечения производится регулярно. При этом вес птицы записывается в табличку и регулярно сообщается лечащему врачу о том, как идут дела. И если вес птицы начинает снижаться, это показатель того, что что-то идет не так. Что-то необходимо скорректировать в процессе лечения. Поэтому введите такие таблички. Это очень важная информация и для хозяина птицы, который лечит свою птицу, и для врача, который занимается лечением этой птицы. И неважно, вы занимаетесь лечением в режиме онлайн, как это было в данном случае со мной, или вы занимаетесь лечением в обычном режиме, и вы приходите к врачу в клинику на прием время от времени. Изменение динамики, изменение веса птицы является очень важным параметром, который необходимо иметь вашему врачу, который назначил лечение птицы. Также признаком того, что состояние птиц улучшается, является и улучшение состояния их помета. Вот сейчас вы на фото видите состояние, почти нормальное состояние помета кореллы. Оно почти нормально, потому что оно в норме должно быть еще более насыщенно зеленого цвета. Это указывает на улучшение работы печени. Но это уже не то состояние поноса, которое было у птицы до начала. Это тоже помет самца кореллы. Но уже через 2 месяца очень интенсивного лечения от микоплазмоза и от микоза системного. Видно, что состояние помета стало намного лучше. Это еще один параметр, который и птичий доктор, и хозяин птицы отслеживают в процессе лечения. То есть по состоянию помета можно получить очень много важной информации, которая важна всем участникам лечения. И вот что мы видим уже через 3 месяца лечения непрерывного, но постоянно меняющегося, дополняющегося. Потому что я нахожусь на связи с хозяевами птиц постоянно. Если возникают какие-то форс-мажорные ситуации, что-то непонятное, что-то напугало хозяев, мы постоянно списываемся. Или созваниваемся, если это экстренная ситуация. И лечение постоянно контролируется и корректируется. И вот сейчас уже видно, что через 3 месяца лечения птицы стали еще более активными. Они спокойно пасутся в своей любимой копошилке. И опять же, пример для всех владельцев птиц. Копошилка – это аксессуар и часть кормления и фуражирования, которая должна быть у всех птиц. Не только у тех, которых вы лечите. Но вообще, в принципе, по умолчанию копошилка должна быть у всех попугаев и у всех других видов птиц. Потому что это часть естественного способа питания практически всех видов птиц. Тем более попугаев, которые в природе очень много пасутся. И налаживать и улучшать условия содержания ваших птиц необходимо не тогда, когда вы вылечите птиц. То есть налаживание правильных условий содержания является значительной частью успешного лечения. Если вы просто лечите птиц, при этом не улучшаете их условия содержания, такое лечение, во-первых, идет значительно дольше, оно тяжелее. И в некоторых ситуациях невозможно вылечить птицу, если вы не улучшаете ее условия жизни. Поэтому вместе с началом лечения необходимо сразу же выполнять все назначения врача, направленные на улучшение условий содержания ваших птиц. Они, собственно, и заболели частично из-за того, что условия их содержания были неадекватны. Поэтому одновременно с тем, как вы начали давать препараты, вы сразу же проводите мероприятие по улучшению содержания своих питомцев. И в заключении сделаю акцент на том, что в данный случай является классическим в том смысле, что больные птицы очень часто несут яйца, то есть у них случается либо хроническая яйцекладка, либо это случается внезапная яйцекладка. Это ненормальное репродуктивное поведение. То есть вот такие вот яйцекладки, как мы в данном случае видели сейчас, это затрудненная яйцекладка, которая фактически являлась затрудненной, потому что у птицы проблемы с воспаленным яйцеводом. Но сам по себе процесс внезапной яйцекладки – это тоже проявление того, что у птицы было хроническое заболевание. Хроническое заболевание у этих птиц, например, оно было за несколько месяцев, 3-4 месяца до того, как они начали нестись и до того, как хозяева обратили внимание на, собственно, проблему, которая возникла в процессе яйцекладки. Но птицы перед яйцекладкой, перед этой внезапной яйцекладкой, они уже болели несколько месяцев, просто хозяева не обращали, они не видели признаков заболевания. Это очень частая ситуация. И хозяевам любой птицы, неважно, что это, попугая или канарейка, необходимо понимать, что внезапная яйцекладка или хроническая яйцекладка – это само по себе признак хронической проблемы со здоровьем птиц. И чаще всего это следствие развития хронической инфекции у птиц. При многих инфекциях у птиц стимулируется половое поведение, и это тоже не является нормальным. Поэтому всегда обращайте внимание на то, несется ваша птица или не несется. Потому что здоровая птица не несется вне сезона размножения. У здоровой птицы нет хронической яйцекладки, у здоровой птицы нет внезапной яйцекладки. Поэтому даже если птица нормально, без проблем, сносит яйца, но она делает это периодически, и при этом у нее нет условий для ее размножения, это является признаком заболевания, об этом необходимо помнить. На этом сегодня все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!